Дорогие друзья, всем здрасте! Канал Покемушелайф и всё такое. Располагайтесь поудобнее, сегодня мы покажем вам просто улётный музей железных дорог Чехии, который располагается в лужне у раковника. Наконец-то! Да, это четвёртая серия чешского трипа, впрочем, она вполне самостоятельная. Однако лучше посмотреть три предыдущие серии, а потом браться за эту. Ещё позвольте минуту, чтобы напомнить о первых трёх роликах. Начальный, под названием «Сказочный вояж в Чехию», знакомить зрителя с основными действующими лицами, а также показывать, что такое музыкальный отель «Атлантик», то есть, пардон, «Дон Джованни» изнутри. Ну, реально красиво, ну чё вы. Во второй серии главный герой пошёл, понимаешь, гулять по Праге. Шёл он, шёл и пришёл в Сайгон, на Карлов мост. На минутку это одна из самых культовых локаций столицы. Там, по слухам, даже нечистая сила водится. Ко мне, упыри! Ко мне, бурдалаки! Вы знаете, страшно. Третья серия профильная, про музей Королевства Железных Дорог, где на многих акрах земли фермеры разместили таки просто нереально красивый железнодорожный макет со многими десятками поездов, которые днём и ночью, в холод и в жару, мчат по стальным путям Горьковской железной дороги. Ну, то есть, ну, в общем, вы понимаете, джентльмены. Давайте, наконец, оправимся в это, без преувеличения, милое сердце любого фаната поездов, место Тарам. Вот вы, наверное, подумали, ну, а что сложного? Купил билет, приехал на точку и девисьмил человек. Окей, но смотрите, вот Прага, а вот раковник, а это лужного раковника. Вот мы, вот земля, а вот Альфа. Начнём от вокзала Праги. Известно, что находиться на вокзале там, где поезда, очень интересно, тем более, если они зарубежные. И то время, пока ты ждёшь своего рейса, проходит в высшей степени продуктивно. Столько локомотивов и все просто чумовые. Приключения начались почти сразу. Например, платформа 9,75, она же 1А, где должен стоять наш поездок. Мы её нашли с большим трудом. А сам поезд, он весьма необычен. Во прямое включение. Итак, друзья мои, находимся мы сейчас опять-таки на вокзале, хотел сказать, Горький Московский. И наш поезд на Хостивик находится на платформе 1А. Оказывается, 1А это вот. И смотрите, как выглядит наш поезд. Это просто великолепно. Кстати, пару слов об автоматрисе. Это уважаемая серия 810, самый распространённый тип рельсовых автобусов Чехии. Всего завод вагонка Студенко, кстати, он выпускал АЧ-2 для СССР, построил 680 таких вагонов. Изготавливались они с 1973 по 1982 года. Интересно, что силовая установка была взята с автобуса Короса. О нём мы рассказывали в предыдущем ролике про Чехию. И правда рельсовый автобус. Видите, здесь герочные клади. Вот здесь тоже такая дверка есть. Видимо, туалет, что я не знаю. Вот тут, вот видите, место вышло. Там просто узенько, 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 узенько. Но предлагается отсюда, можно смотреть, куда поезд идёт. Заставленный тип рельсовый. Не знаю, как переводится. В общем, как-то так. Но не будем отвлекаться, джентльмены. На нашем канале полно приключений. И следующее не заставило себя ждать. Представляете, перед отправлением Машек вышел в салон. Чё-то ему надо было. А тут мы. Ну, слово за слово. А вы кто? Да я, дяденька, тоже железнодорожник, только в МПС. О, уважаю. Прошу в кабину. Да ладно, чё, правда? Ну, естественно. Е-е-е, вот это везуха. Прокатиться в кабине машиниста по чешским драгам. Это же, это даже, даже мы не можем себе представить. Давайте просто посмотрим. Продолжение следует. Продолжение следует. Долго ли, коротко ли, приехали в Хостивик. Тут пересадка на другой поезд с интервалом 3 минуты. Вот она, наша лошадь. Спасибо, механик, ты прекрасный человек. Всего хорошего. А на станции нас ждал еще сюрприз. Вот этот вагон, ретро, музейный и все такое. Вагончик грузовой, как написано на борту, но с окошками. Может, кто в курсе, для чего он. Внешний вид и состояние пациента вызвали у нас полный восторг. Но не успели мы на него наглядеться «Фигак» едет наш второй поезд. И ведет его вот такая легенда. 750-я серия. Мы сфоткали тепловоз прямо на ходу, поэтому снимки такие себе. Тем не менее, он офигенен. Смотрите сами. Эта серия, имеющая много модификаций, один из самых массовых локомотивов страны. Между прочим, производство ЧКД, которое выпускало ИЧМА-3. Аппарат имеет мощность 1800 лошадиных сил и конструктивную скорость 100 км в час. Чехи часто дают прозвище локомотивам, так вот у этого тепловоза кличка «Вод-до-Лаз» из-за особым образом сконструированного оконного пояса Кабы. Чутка познакомившись с этим героем, переместимся в вагон. Внутри очень уютно, теплый бежевый окрас стен вполне гармонизирует с обивкой сидений. А сами сидухи, правда, комфортные и совсем в них не устаешь. На воду почти не право. Там, где-то, зод, подходит. Бедоком проверяет. Здесь вот такие входы. Можно выйти, если я. Аппарат, аппарат, аппарат. Вот время показано, 12-30 минут. Вот тут уже такие поля. И все остальное. Ну, окей. Я полагаю, что сейчас надо покушать. Ой, друзья, приключения продолжаются. Прикиньте, мы, значит, едем себе едем. По курсу станция Кладно. И тут нас ждало вот что. Закройте глаза. Таран. Вот опять едем. Но какого черта, спросит внимательный джентльмен. Этот поезд весьма напоминает автобус. Да, Карл, вы поразительно наблюдательны. А оказались мы в автобусе вот как. Совершив остановку Кладно, мы заметили, что немногочисленные пассажиры полностью покинули вагон, оставив нас в гнетущей пустоте. Нам бы затаиться, а мы, воно, думаем, везуха. Одни во всем вагоне. А поезд стоит себе и даже не думает двигаться. И вдруг, фигать, заходит в вагон некий дядька из местных, железняк, и направляется прямиком к нам. Э, милый, а ты шо не выходишь? Извините, у нас тикет до раковника. Э, вон какой делающий. Сказано тебе, поезд только докладно. А тем, кому до раковника, шефа подогнали автобус вон там. Да вы что, дяденька? Я же и дорогу не найду, заблужуся. Ладно, не замай, пойдем провожу. Ты, вправду, дружок иностранец. Ну и проводил у нас до басса, на котором едем. Вот это поездочка. Что тут сказать? Во-первых, сам автобус не какой-то пазика. Полноценный лайнер из тех, которые у нас катают на межгороде с туристами. Еще плюс, что водитель не взял ни копейки за проезд. И, конечно, было очень интересно посмотреть на провинциальную Чехию изнутри. Красиво, лампово и уютно. По факту. Сама поездка на автобусе составила почти час. И мы, ну, вправду, притомились. Но, наконец, ту-ту-ту-ту-у. Вот оно, лужно у раковника. Куда мы так стремились? Какое интересное здание станции. Мы не напутали. Это действительно та локация, где размещен железнодорожный музей. Короче, здесь есть, я так понимаю, музейка. То, что нам сейчас нужно. Тут вот какие-то надписи. Вот, смотрите, техника. О, поехала технику техническую, смотрите. Ни фига себе. О, выдали. Машинок станции. На технику. И там, видимо, здесь, сейчас я спрошу у дядьки. Вот, смотрите, друзья, уже видны, какие древние тут парики. Причем, вообще, такие лютые. Сейчас я вам покажу. И вон там уже техника техническая. Это бывшее депо, и сейчас тут музейка. Короче, нам надо дойти вход. И все такое. Пойдемте. Какие зацените древнющие гидроколонки. Кофигенные. Смотрите, ребята, тут стоит древняя Машка. М62. И много другой всяческой техники. Блин. Короче, надо смотреть. Машка вообще топ. Пойдемте. Прошу внимания, джентльмены. Когда мы подошли к музею, нас ждало разочарование. Оказывается, он именно в этот день не работал. Вы представляете? Не работал. Это что же, все насмарку. Полдня ехали, строили план и все коту под хвост. Давайте вот как. Мы на этом месте завершим повествование и позволим себе спросить вас, удалось ли нам все же посетить это прекрасное место? Если да, то каким образом? Варианты ответа. Первый. Дождались следующего дня. Второй. Посетили музей тайно, прокопав подземный ход. Третье. Изобрели плащ-невидимку и чекали локи в инвизе. Четвертое. Прикинулись электровозом ЧС-4Т, ну или хотя бы реверсивной рукояткой и таким образом попали на территорию. Пятый. Добрая тетка сжалилась и пустила Христа ради. Еще, Варик, мы просто вернулись несолно хлебавши, посмотрев на локомотивы через забор. Ваши варианты принимаются круглосуточно в комментариях. В следующей серии про Чехию будет озвучен правильный ответ с пруфами. А пока спасибо большое, что досмотрели ролик до этого места. Оценивайте его лайком или дизом, не забудьте проверить подписку на канал. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и Яндекс Дзен. Ссылки в описании. Всегда рады хорошим людям на стримах. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok